Ботанический сад Кто придумал отправиться на мертвую станцию? Кто подначивал остальных? Не помню, отвечаю я Я вру Вру легко, потому что слов моих не проверить Ни Виталика больше нет Ни Женьки Многотонная громада ворот Вздробнула и поползла вверх со скрежетом Открывая нам дорогу в ад А демонам Путь в метро На самом деле Все началось в другой день В день, когда мама предложила поехать в ботанический сад На метро Помню, как поднимались на эскалаторе Как вышли из просторного павильона На утопающую в зелени улицу Как летели по бесконечному небу Легкие облака И как дышал мне в лицо Чуть прохладный ветер Мама купила мне мороженое Это был последний раз Когда я его ел В тот день Человечество казнили Праведников и грешников Призвали, чтобы воздать им по делам их А мы Мы спрятались от Бога в метро Убереглись от его гневных очей И ему стало лень Выковыривать нас из нор Потом он занялся другими делами Или умер А мы остались на использованной Выброшенной земле И полетели на ней В никуда Я помню столько лишних вещей И не могу вспомнить главного Маминого лица Она умерла почти сразу после войны И все, что у меня от нее осталось Тот день В ботаническом саду Как я мечтал Вспомнить ее лицо Ее взгляд Вспомнить, как она шептала мне Чтобы я ничего не боялся Душу готов был за это отдать Я ей отдал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Черные появились позже Со стороны ботанического сада Черные Огромные На голову выше Самого высокого человека Создания из ночных кошмаров Жуткие Как вывернутые наизнанку люди Чудовища Рожденные Чтобы нас погубить Молва приписывала им Чудовищную силу И неестественную злобу Говорили, что они Голыми руками Разрывают вооруженных людей Чё за... Это неправда Правда Страшней Я вот тут недалеко раньше жил Мол, до войны ещё На Петровке Один из всей семьи спасся На работу ехал Звонить пробовал Но куда там А это... Что такое? Чёрт! 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 Да что же это творится? Редактор субтитров Артём, Артём, просыпайся. Артём, это я, Хан. Кошмары. Не удивительно после всего пережитого. Послушай, Артём, я был на пепелище Улья-Чёрных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навёл на них ракеты. Хан, ты как здесь оказался? Вон, немедленно. Да-да, Ульман, сейчас. Сейчас. Артём, нам просто необходимо поговорить с Чёрным. Я понимаю, что ты теперь в ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной. Собирайся, Артём. Я подожду у выхода из казармы. Пошли, сказочник. Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Пошли, кури. Пошли, кури. Пошли, кури. Странное место, это Д-6. Никогда бы не подумал, что сегодня в Д-букте вообще бывают. Говорят, ещё при Сталине строить начали. Строили-строили, пока СССР не развалился. Они-то знали, что война будет. Готовились? Это на родстве. Здорово, Артём. А этот парень, кстати, был в той группе, которая Д-6 нашла. Да, сразу же тон дали. А я вот в новобранцах два года гонял, пока меня в Орден приняли. Так о чём мы там? И что, помогло? Не успели даже добежать. Так 30 лет всё и простояло. Ничего, нам больше достанется. Тут одного оружия. Не знаю, как вы, а я просто. Каждый раз, как в последнем богатстве, я слышал, что с вами в Дароманова случилось. С Романова? Я с ним до что могу воскресить. Он сдавается. Или считать подходов по 30 раз. Ты посмотри на тех двух салат. Не удивительно, что флотовник приказал утвоить время на пись подготовку. Он единственный, кто живым добрался. Иди ты. Резче надо. Вся группа прыгла. Там же вроде всё спокойно было на болото. Видишь вешки? Идёшь по ним, чтобы не потонуть. Ласторогих, конечно, много, но пройти можно. Кто там целую группу перебить мог? Чёрт его знает. Романов до сих пор рассказать не может. Когда смена пришла, в церкви он один был. Сидел на полу и молился. До сих пор сидит и молится. Не жрёт ничего, людей не замечает. Привет, Артём. Говорят, ты теперь полноправный рейнджер. Надо будет это дело спрыснуть. А пока давай тебя икинуть. Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности и шагу не ступишь. Одна пыль чего стоит. Фонит до сих пор так, хоть яйца запекай. Да и в метро есть заражённые участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо. Но пользы от него тогда ноль. Так, аптечки. Что тут скажешь? Всё, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке. Вот твой аванс за этот месяц. Не забывай. Зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять. Бьют они больно. Но лучше всё же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное снаряжение. Ага. Отлично. Теперь самое интересное. Пушки. Выбирай, какие нравятся и испытай их в тире. Положи дорогу. Обычно рейнджеры носят по три ствола. И выбор их зависит только от тебя. Вы что, специалисты? На какую вы выстреляете? Вы говорите, что пристал здесь. Я сегодня кто выстрел? Будете у меня до подвинения тревога. На исходную? Заряжай. Огонь! Проверка мишени. Проверка мишени. Отвратительно. По зовности. О, отличный выбор. Калаш лучший друг рейнджер. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Прорывайте классный залой. На исходную. Лучше дробовика в ближнем мою ничего нет. Главное не пытайся издалека стрелять. Бест толкует. А утром не касается. Третье дальше будет расклада для ближнего поля. В затрону расстояние? Винтовки незаменимы. Развязай. Положить оружие. Проверка мишени. Это просто праздник какой-то. Что за результаты? Вы чем-то вцелитесь. Я вас до седьмого флота гонять буду. Пока все десятки мне закрытыми глазами ставить не начнете. На исходную. Зарезай. Ладно, Артем. Теперь отправляйся в тир и попробуй выбранное оружие в деле. Если захочешь посмотреть что-то еще, возвращайся. Артем, испытай-ка остальные пушки. Попробуй увольствиться с другим обычного манекена. Молодец. А теперь сверхи по бронизму. Манекен. Улавливай шратинг. Против-ч champagne. Много патронов надо. Так что смотри, если от попадания не хватит. Значит враг бронирован. Попал так попал. Чувствуешь разницу? Но, вроде бы, основа не усвоена. Можешь потренироваться еще или отправляться к милнику за заданием. Огонь! Разряжай! Мельник вызывает к себе командиров звенья. Будет большое собрание. Че-то жареным запахло, а? А я вчера тежурил в команде. Ну и подсушил случайно. Что это начиналось за каждым словом? А что вы? В бесах? Неужели я наконец нашел на столе собеседника? Так, Леха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота! Ты про Лесницкого-то слыхни? Ты о чем это? У ребят из охранной лаборатории спроси. Черт! Что он там уже натворил? Открываем! Ладно, пошли! В гробнице повелителей древности клали все, что могло потребоваться им в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жен и рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Перестань нести ерунду! А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружия множества, и коней гордых, и богатства несметные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители и макил, а все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнешься или нет? Эй! Что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил! А черт его знает! Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась, дверь вскрыта, все разворочено. А Лесницкий пропал. Вот дерьмо! Так, а внутри там что? Хранилище там. Вроде химическое оружие. Хотя черт его знает! Капец! Сейчас мне полковник за Лесницкого раскаленную арматурину загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Ладно, пошли! Нет! Открываю! Да, взять-то мы Д-6 взяли. Но сколько ждут выходов и входов? Целый город, тайники, бункеры. Те, конечно, о такой базе можно только мечтать. Только что ребята вернулись с кольца. Говорят, Ганза укрепляет свои погранпосты по всей линии. Особенно те, что к красным и к фашистам поближе. Фашисты зашевелились. Только что в штабе шум был. Они с красными на поверхности сцепились. Два ударных отряда. Мужики! А кто-нибудь знает, в чем дело-то? Зачем вызывают? Вообще на поверхности делают. Говорят, граждане золотые, чтобы не ошибаться, что мы собираемся. Герман, эти к Мельнику в штаб. По вызову. Так точно. Проходите. А я, пожалуй, здесь подожду. Я к начальству сам. Потом. Без вас. Артем, я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение черных – худшая ошибка в истории человечества. Что, если они вовсе не хотели нам вредить? Что, если мы с ними были просто несовместимы? Все, кроме тебя, Артем. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший боец ордена тоже. А ведь именно он говорил, если мы не будем сражаться за жизнь, нас едят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. На вас напарим. Повторите. На вас напарим. Так. Артем. Хан. У вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В Ботаническом саду я видел черного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Черный – худший из всех угроз, с какими сталкивался орден. Полковник. Черный один. Он нам не угроза. У Артема да. Я думаю, он найдет черным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артем, отправляйся с Ханом и найди черного. С вами идет наш лучший снайпер. Анна. Есть. Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить черного. Что? Да как вы... Взять его. Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Нет. Я выполняю свой долг. Вывезьте его. Артем! Это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров. Плюнь на эти бредни, Артем. Похоже, черный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперед! Что застыл, кролик? Давай за мной. Артем, скажу прямо. Черный тебя чувствует, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай. Анна и правда лучший снайпер. Если черный тебя возьмет под контроль, у нее будет две цели. Так что осторожней. Лесницкий оказался внедренным агентом. Ваша задача перехватить его, прежде чем он доставит украденный контейнер своим хозяевам. Ясно? Так точно. Если ему удастся уйти, метро может ждать катастрофы. Так что если не сможете взять живым, берите как получится. Есть! Выполняйте! Еще скажи, что веришь этому психопату Хану. Мир с черными. Я в одном жалею, что не была тогда на телебашне. Не наводила ракеты и не видела, как горит их поганый улей. Договориться с ними. Пустить их к нам в метро? Чтобы они забрались к нам в голову и управляли нами как марионетками. Да это же все равно, что договариваться с дьяволом. Отойди от края платформы. Подаем монорельс. Да, кролик. Заскакивай. Все, кролик. Это место тебя исчерпало. Год назад, стоя на вершине телебашни, я видел, как ракеты падали на ботанический сад, обращая всех живых существ в пепел, плавя металл и стекло. Никто и ничто не могло выжить в этом аду, но Хан нашел там черного. Теперь мой долг и моя миссия – найти и уничтожить его. Завершить начатое.